дорогие друзья всем здравствуйте с вами школа вязания лорейн бухард и сегодня в лайфхак по средам мы будем применять технику макраме в вязании на обычной на любой однофонтурной машине удобства нам потребуются интерсионные катушки можно в общем то обойтись без них эти катушки конкретной фирмы clover сегодня мы будем использовать прямой плоский узел из макраме нить распределена на две катушки всего я намотала 8 таких нити вы можете использовать в таком же порядке как и я вы можете использовать нити по собственному предпочтению нити буду распределять следующим образом здесь игла через иглу навешиваем длинную нить на краевую выдвинутую иглу и последнюю две катушки с двумя более короткими нитями которые пойдут в центре чем хороши эти катушки что вы разматываете нить ровно до такой длины как вам удобно как вам нужно потом ее просто закрепляете и здесь точно так же нити закрепляю методом обива с левой стороны я вам покажу более широкий вариант и справа я вам покажу более узкий вариант и справа точно также у меня две катушки с нитями длиннее и две катушки с нитями покороче нити закрепились и выполняем плоский узел из техники макраме не переживайте у вас получится даже если вы никогда не использовали технику макраме и должны быть более толстыми желательно чтобы они были более толстыми две более короткие нити расположены в центре левой рукой укладываем нить под центральными двумя нитями правой рукой берем следующую краевую нить и заводим ее вначале под и потом сверху и в петлю подтягиваем первую часть плоского узла для того чтобы узел не был витым а был все-таки плоским правой рукой правую нить укладываем под центральными двумя нитями огибаем и укладываем сверху пропустив левую нить в образовавшуюся петлю слегка подтягиваем можем подвинуть ближе к основанию и образовали плоский узел выполняем то же самое но здесь нити расположены более узко в каждую петлю подтягиваем и заводим петлю и подтягиваем то образование плоского узла провязываем 2 ряда выдвигаем и вы те на которые навешивались наши нити и не спутывая нити между собой выполняем петли обвива две нити слева в направлении направо две нити справа в направлении налево две нити справа в направлении налево две нити справа в направлении налево две нити слева в направлении направо нити не должны скрещиваться между собой и снова выполняем плоский узел левой рукой берем нить слева правой рукой нить справа подводим ее под низ которую удерживаем левой рукой проводим ее сверху над двумя нитями по центру и вводим в петлю не скрещивая нити между собой затягиваем узел повторяем в зеркальном отображении все то же самое я делаю с разными промежутками для того чтобы вы увидели варианты как это может выглядеть и как это может получаться затягивайте узел таким образом чтобы две центральные нити не были стянуты после этого снова закрепите нити в том же порядке две левые нити слева направо две правые нити справа налево прежде чем навешивать нити убедитесь что навешиваете вы их правильном порядке провязываем 2 ряда вы уже можете увидеть что получается я вам показываю каждые два ряда но на самом деле вы можете выполнять узел каждые четыре ряда каждые шесть рядов в этом случае протяжки будут более длинными но если вы при этом возьмете либо фактурную пряжу либо пряжу сложно составную длинные протяжки вполне могут быть и красиво почему важно навешивать нити именно в таком порядке справа налево и слева направо все очень просто для того чтобы в готовом варианте ваш рисунок выглядел более ровно и опять же как я люблю говорить чтобы никто не понял как это сделали теперь мы с вами немного усложним задачу добавим еще 4 нити в работу слева и справа снова выполним наши узлы и например слева введем работу еще дополнительные нити провяжем 2 ряда на только что введенных нитях также выполним плоский узел закрепляем в том же порядке провязываем теперь соединим две эти части в одну вот у нас две части по 4 нити теперь возьмем две центральные и две соседние нити рядом и выполним узел теперь на центральных нитях смотрите какое красивое плетение мы получили множественные нити можно смешивать вот в таком порядке берем центральные 4 нити две боковые пальцами левой руки удерживаете центральные нити таким образом чтобы они не смешивались затягивая узел не стягиваем его здесь мы можем увидеть как выглядел наш крупный узел хочу обратить внимание ваши вот еще на какой важный момент при навешивании нитей чтобы узел не перекосило он должен располагаться четко посредине 4 иглы в работе и узел расположен между 2 и 3 и здесь точно так же узел расположен между 2 и 3 таким образом ваша плетенка будет ровный и так куда же это можно применить во первых это можно применить для отделки манжет воротников планок а также в зависимости от того какие нити вы используете для макраме посмотрите у вас готовый верх сумки при желании сюда можно с легкостью пришить подклад при желании можно использовать разноцветные нити монохромные нити этим плетение можно заполнить полностью всю поверхность либо использовать например почему я специально оставила справа вот такую одиночную полосу например в качестве каких-то отделочных строчек по центру рукава отделки для отделения каких-то деталей для подчеркивания линии вытачки конечно же речь идет о подчеркивании вертикальных вытачек любая отделка хороша особенно тогда когда она выполняется в процессе вязания наверняка многие подумают и как же потом заправлять такое огромное количество нити это очень просто например вы закончили свою работу срезали нить и достаточно ввести вовнутрь петлю ловить и протянуть нить между нашими плоскими узлами и вязаной частью подтянув объемте я очень много вещей переношу из ручного вязания в машины из машинного вязания в ручное так почему бы не применить технику макраме для вязания на машине вяжите с нами вяжите с удовольствием обязательно поставьте лайк напишите мне комментарий ну а следующую среду мы подготовим для вас новый интересный лайфхак и вот и вот и вот и Продолжение следует...